Игорь Додон остается под домашним арестом. Апелляционная палата отклонила ходатайство прокуроров о переводе его в СИЗО. В то же время был отклонен и запрос адвокатов экс-главы государства об его освобождении. Додон в очередной раз отверг обвинение в свой адрес, а прокуроры заявили, что в случае нарушения условий домашнего ареста снова потребуют отправить политиков-изолятор. Бывший глава государства прибыл в апелляционную палату около двух часов дня. В своих заявлениях Игорь Додон был краток. А вот адвокат Додона был более словоохотлив. Антикоррупционные прокуроры заявили, что предстали достаточно доказательств, в том числе новые, свидетельствующие, что экс-главу государства нужно перевести в СИЗО. Зачем обязательно нужна эта мера? Потому что домашний арест – недостаточная мера для того, чтобы устранить упомянутые риски, в том числе риски, поддержанные судом первой инстанции. Впоследствии прокуроры объявили, что подали ходатайство об отводе судей Геннадия Морозана. Они указали на предположительное наличие конфликта интересов. У того якобы есть связи с Владом Плохотнюком, который также фигурирует в деле Додона. Пока судьи рассматривали запрос прокуроров, перед изданием собрались сторонники бывшего президента. Время, жустиция, корректа, либертати, либертати. После более чем пятичасового заседания судьи вынесли вердикт, Додон остается под домашним арестом. По словам прокуроров, они подчинятся сегодняшнему решению. Инстанция отклонила ходатайство как прокуроров, так и стороны защиты, оставив в силе решение суда сектора Чикана с теми же запретами и не введя ничего нового. В то же время инстанция высказалась о существовании отдельного мнения, но пока мы не можем вам сообщить, что оно содержит и кому из судей оно принадлежит. Сам Додон в очередной раз отверг все выдвинутые против себя обвинения и заявил, что может доказать любую сумму, которую прокуратура изъяла из его дома, закона, накопленную из его зарплаты. Хочу заявить, что я считаю себя невиновным. Я готов сотрудничать со следствием и считаю это дело политическим, открытым по указу высшего руководства страны, в частности Майя Санду, которая была моя оппонентка на двух президентских выборах. Ранее в администрации президента заявляли, что не будут комментировать политические обвинения. 24 мая экс-главу государства задержали на 72 часа по итогам обысков, которые прошли в его доме и на других объектах недвижимости. Через два дня его поместили под домашний арест. Додона обвиняют в пассивной коррупции, незаконном обогащении, госизмене и финансировании политической партии преступной организацией.